Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска с двигателем 3 литра передний привод На этом автомобиле мы сегодня заменим сзади отбойник и пыльник стойки Человеку продали в магазине не оригинальные сказали, что все там подходит Вариантов нет, деталь куплена поэтому мы ее ставим Фирма Lynx Здесь, как вы знаете оригинальный пыльник имеет сверху треугольную чашку резиновую Мы ее оставим, а низ оторванный где у нас разорван пыльник мы обрежем Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и разбираем в салоне В салоне разбирать мы не будем Здесь вот эти накладки пластиковые снимаются Они сидят на трех вот этих защелках Аккуратно отверткой просто поддеваете Эту сторону поднимаете а эти выводятся из боковых Но здесь я не показал На второй стороне я покажу Вот так вот сюда аккуратно поддеваем ее и выводим Все Сверху у нас головка на 12 три крепления отверстия есть Сейчас разбираем снизу Откручиваем стойку стабилизатора Откручиваем стойку и уже потом открутим сверху Так Почистил маленько резьбу Смазываем ее Болтики Также открутим крепление шланга и крепление провода на датчик АБС Шестигранник у нас здесь на 5 Берем шестигранник Берем ключик на 14 и откручиваем Так Здесь ключик на 12 Болтик у нас ключик на 10 Вот мы его освободили Теперь откручиваем оба болта крепления стойки Ключ у нас здесь на 19 Ключик на 12 И так же ослабляем второй. Хорошо затянута. Откручиваем. Гаечки я открутил, вытаскиваем болты. Звучит гаечки. Пружина сильно давит. Все, освободили мы стойку. Теперь можно ее откручивать из салона. Откручиваем здесь три гайки. Гайки здесь на 14. Гайки высокие. Вот такая гаечка. 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 Надо, чтобы там или подпереть стойку, чтобы она не падала, мы ее отца подкрутили, или придержал, чтобы вам помощник. Продолжение следует... Так, ну здесь пружину сильно стягивать не надо, вот немножко стянул ее на 4 витка, вот она, видно, освободилась, сверху у нас гайка на 19. Откручиваем гайку и снимаем опору. Но номера деталей я говорить не буду, потому что такие вещи лучше не ставить, но так как у нас они уже приобретены, мы их устанавливаем. Здесь на штоке есть установочные места в чашку. Когда ставить чашку будете, всегда проверяйте, чтобы чашка встала на это установочное место. И закручивать потом удобнее, и не будет стуков, когда уже установите на автомобиль. Вот эти вот установочные места. Кстати, кто-то в свое время неправильно их поставил, вот они, следы видно. Это вот сейчас мы разбирали, оно было неправильно установлено. Так, ну что, устанавливаем. Подтянул я гайку. Опору у нас все равно надо будет менять. Здесь пружина стала по старому месту, видно. Ослабляем стяжки. Пружины и стойки здесь TRD Sport стоят. Еще с Япони. Японец. Очень любил свой автомобиль. Стоечку я вверху наживил. Смазываем болты. Поднимаем ступицу и одеваем стойку. Поднимаем ступицу и одеваем стойку. Добавляем ступицу и Colorado. Поднимаем ступицу. Поднимаем стопицу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подтягиваем болты... Гайку на стойке стабилизатора... И оба болта на крепление стойки... На шланге я подтянул... На проводе АБС я подтянул... Все, здесь я протянул... Стабилизатор затянул... Стойку затянул... Идем собираем в салоне... Здесь получается... У нас наживлена только одна гаечка... Наживляем остальные... Чтобы их не уронить... И потом не доставать их... Их там не мучиться... Я использую магнит... С помощью магнита... Одеваю на шток... Потом придерживаю пальцем... Магнит снимаю... Гайка с шайбой... Поэтому она не упадет... И точно так же... Эту гаечку тоже... Одеваем с помощью магнита... Мы даже... Частично ее можем... Наживить магнитом... Если магнит более мощный... До безумия здесь тянуть не надо... Достаточно... Такого... Скажем... Нормального усилия... И одеваем на место заглушку... На этом все... Аналогичным образом мы меняем вторую сторону... Всего вам доброго!